Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного номер 659 события дня пророка малахи 2 глава 7 стих уста священника должны хранить ведение и законы ищут от уст его за 2 октября 2017 года Андрей Рогачевский Да укрепит вас Господь, отец Игнатий, духовная и телесность. Сейчас как раз тружусь над строками. Труду дает предпочтение, а не сну. Спаси, Христос. Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила противопожарного режима, касающихся религиозных объектов. Текст размещен на сайте правительства. В пояснениях документов отмечается, что нормы пожарной безопасности в зданиях религиозного культа раньше не регламентировались. Изменения в частности определяют условия хранения горючих жидкостей и материалов, которые используются в лампадах, светильниках и кадилах. Кроме того, устанавливаются правила их применения. Кавычки. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючие основания, в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, а одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее полметра, отмечается в документе. Также запрещено размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня. В помещении для богослужения должны быть хотя бы один огнетушитель. Должен быть. Подчеркивается, что правила согласованы с представителями религиозных конфессий. Отмечаю. Мне приходится постоянно говорить это и добиваться точно того, что говорит премьер. Достаю материал, железо, которым можно обить, где кадила висит. Я знаю только, где сгорело от кадила храмы. Так, в Канаде у митрополита Виталия сгорел их храм большой, главный. А в Донском монастыре горело. Да трудно сказать, даже перечислить, сколько горелось. Свеча осталась, горит одна. Наклонилась, упала. А рядом тоже бумаги разные. Все загорелось, вспыхнуло. Ну, чисто православные люди так делают. Я дома никогда свечу не зажигаю. А какая в этом надобность? Электричество. А что она дает свеча? Да ничего не дает, кроме копоти и тепла. Это Владимир Головин, отец-священник из города Болгар, говорит об этом. А работа тем, кто наводит антураж. События дня вчерашние были у нас одни, что все силы бросили на лагерный пруд. И решили полностью укрепить плотину. Более двухсот свай за три дня было забито. И приготовили их. Все участвовали в деревне. Наконец я их расшевелил. Аж курить надо было. Ну, и смотрели, как могли. Потом Володя Пащенко обрезал их. Сегодня еще там слив он будет доделывать. А мы перейдем на храмовый пруд, где обнаружены норы. Порчат бобры. Очень сильно надо раскапывать теперь. Это только работы. И заново все засыпать, утрамбовать. Может немного отработки линуть туда. Бобры нас донимают. Не знаем, чего делать даже. Вот поставил семь капканов, там и ничего там нет. То ли хитрый он, то ли ушел. Деревья, которые есть, все подпиливают, валят. Огромные деревья даже. Нужды нет. А дерево берет только кору обглодать. Интересно. Как люди некоторые облепиху берут. С собой топор, ножовку залез, ветки опилил. А что на будущий год ничего нету? Да только делов-то. Варвары так черемуху обирают. Вот вчерашний день. Весь день там мы были, провели. Володя Плотников был, помогал хорошо. Я ему говорю, Володя, ты работаешь, тебе ничего подсказывать не надо. Ты хозяин. А эти ребятишки-то у меня, ну на каждом шагу, все время показываешь, смотришь, только не досмотрел. Опять не так. Не так. А этот все сам делает абсолютно. И молотит, и... Ну и сделали, чтобы теперь есть пароход, как дорожку пробили. Через всю дамбу. Другого-то пока ничего такого нету. Показать наши ресурсы. Мой мир. Вот я в шапке. Юра Зингер предлагает дружбу. Вообще, друзья. Понятно. Юра Зингер, это... Фамилия, имя. И фотография, это... Почему не принять? А, вот. Вместо фотографии пузан какой-то с кружкой сидит. Ну, это не будет принято. Э, не будет. Я ему тут выделю сразу. У меня есть заготовка о том, чтобы поставить свою фотографию. Бывает, кто-то благодарит, а кто-то ругается. Да вот такая причина. Ну, я сейчас фотографию еще... Ну, ты покажи. Остановили тебя в машине едешь или где бумажку какую-то с картинкой. Храм, икона. Ну, под разными предлогами. Не люблю вот это лукавство. И чтобы без черных очков. Глаза, чтобы видно было. Не профиль, а прямо. Так. Ну, вот. Сегодня выставил. Уже вышли. Давайте перетащили в мой мир. Вот. У нас ленточный форум есть. Очень большой. И очень грамотно составленный. 1600 тем. Вот. Вот наш православный видеоканал открытым оком во свете Библии. Вот поставил крестные ходы паломничества. Сергей Егорович Игнатов задает вопросы. Я ему отвечаю. Вот сколько времени уже. Дальше он с нами участвует. Сергей этот. Игнатов. Отцу Якиму сегодня 73 года. И он здесь за столом. Поворот на Потеряевку тоже в машине сидит. Вот так. Ну, и события дня. Тут уже нет. Вот. Из пяти роликов трех Сергей Игнатов участвует. Почему? Интересный человек. Просто интересный. Сам всем интересуется. И умеет ошибки свои признавать. Ну, просто будьте как дети. И его... С ним сколько здесь записано роликов, все еще идут. Его уже давно нету. И еще будете идти не один день. Вот так. Пятнадцать. Смотрят. Ну, и у нас есть еще православный библейский сайт. Много чего. Особенно вопросы и ответы. Поэтому я вопросы и ответы беру. С темой война. Вот так у меня папку. Я их выбрал немного сюда. Вопрос 2326. Десятый том. Открытый боком. В защиту того, что нужно врагов отечества земного убивать на войне, приводят слова Филарета, митрополита, и ссылаются на Антония Храповицкого, что Вонди благословял белые армии воевать против большевиков. Было ли такое, или это лгут на РПЦЗ, дискредитирую ее? Ответ. Прочтите в нашей книге «К истинному православию» на нашем сайте. Главу. А я говорю вам, любите врагов ваших. Там ответ. А что до Антония, то это ему в заслугу ставят. Он был плоть от плоти царского православия. И у Антония действительно был синдром лотовой жены, которая вышла из Содома, но дух Содома не вышел из нее. А у патриархии синдром дочерей лотовых, которые ревнуют лишь спать с кем угодно, лишь бы плодиться. А там пусть рождаются и рычекисты, и заглядаты. Это я за кафедрой стою и отвечаю. Бытие 19, 32, 37, 38. Итак, напоим отца нашего вину, мы переспим с ним и восставим от отца нашего племя. И родила старшая сына, нарекла ему имя Маав, он отец Мавитян Даныни. И младшая также родила сына, нарекла ему имя Бенами, он отец Аммонитян Даныни. Эти не вышли, а их вышвырнули, но дух в них остался тот же. Они ничего не поняли из того, что Бог сделал с Россией «святой», в кавычках. А находясь в Вавилоне, продолжали коварствовать против новой власти и поплатили за это ценой жизни тех, кто совершенно ничего не понимал в этой мясорубке. Бог Егова дал эпитимью, и нужно было благодарить Бога и жить в плену, как Израиль. Прочтите еще раз книгу Варуха и плач Еремии. А Антонии травили и науськивались за рубежа, а тут человека-бесы имели уже как бы законы обоснования репрессий, законно-революционную деятельность. Их стенки ставить. В вечности откроется, сколько этой крови на Филаретах и Антониях. Кавычки. Православная русская монархология имела своими выразителями виднейших православных иерархов, святителя Филарета Дроздова. Страница 2. Во время царствования царя-мученика Николая II, которое для христиан явилось царствованием святого царя, митрополит Антоний Храповицкий жил в одно время с идеальными представителями русской монархии, благостнейший и кратчайший из русских царей. Россия должна освободить Константинополь, восстановить там греческую монархию. Далее Россия должна освободить Сирию, Палестину. Как известно, чаяния митрополита Антония не сбылись. Кончилось развалом России. Константин же, по давнешнему преданию греков, должен его возвратить к христианству и эллинизму. Идея христианской монархии неотделима от самого христианства. Митрополит Антоний, никогда не сомневавшись в своих идеях и деяниях, в своей защите монархии, в своей борьбе против антихристианской революции, должен стать образцом для каждого христианина, который, в свою очередь, должен быть верен идее христианской монархии, ныне уничтоженной, но и заложенной в промысле Божьем, и долженствующей быть явленной в положенные Богом сроки. Кавычки закрыты. Инок, анимподист, православная жизнь, номер 4, 0-4. Я жил около двух недель в Лос-Анджелесе, это я говорю, у Никиты Пеоктистовича Орлова. Вот его данные. Чудесная семья, дружная, примерная. Он теперь стал священником, теперь митрополитом. И, конечно же, с митрополитом Виталием ныне. Митрополит Антонио он теперь. А они в самом большом смысле патриоты русские. Абсолютнейший монархист и антикоммунист. Сыны нет таким людям на момент перестройки или революции. Готов с детьми и женой Павла и Константиновны умереть хотя бы и сегодня за любимую ими Россию. Сын его Феоктист, рыцарь настоящий. Но они совершенно ничего не понимают из происходящего в духовном плане. И живут верой в святую Русь. И кто бы к ним ни приехал, это для них все не настоящие русские. Идея, цель. Не нужно прикрываться надутыми словами и афоризмами. Другим давать обедки, а собственную пастью давиться заграничным коммунизмом. Чего там только нет в отвалах, на свалках мировой истории. Какие лозунги на полотнищах алых. О чем вожди да рукопашные спорили. Пройдохи, прохиндеи беспартийные. И людоедов с портбилетом в скопище. Колышатся и скалятся противные. Реанимируют идеи зла, под ушем топшатся. Идея, обмозгованная тварью, яйцеголовыми ублюдками кремлевскими. В Гулай, к святую Русь, смеясь затарили. Для целых поколений стали крестными. Снака КПСС из бездны бес. Картавило иудейское масонство. Где были храмы, там пустырь и лес. Десятилетий семь прошло, мы как с просонок. Так почему же северные льды в сердцах ожесточенных не растают? К той туалетной мумии опять ведут следы и хищных птиц прожорливые стаи. Идеи вурдалаков и вампиров реанимируют кряхтя под три шестерки. Палач оправдан и мундир отстиран. Решетки на тюремных окнах скрыли шторки. Охолонись презренное отродье. Рода аспидов, глухих, презревших небо. Конфликты, войны уже сплошной дробью. Земля грозит оставить всех без хлеба. Одно могло бы как-то дать нам шанс. По-мирному прожить под нашим кровом. И жить синдромовось он ничего не даст. Прийти к Христу по слову Иеговы. 16 сентября 2004 года. Это мое стихотворение. Ну и на этом сегодня все.